Библейский портал экзегет.ру представляет 33 глава книги пророка Исаии для библейского портала Экзегет Продолжение разговоров о том, какой будет жизнь в некотором неопределенном будущем Сначала бедство, потом процветание, и все это зависит от того, как народ ведет себя по отношению к Богу А 33-я неожиданная такая вставочка, как бываете размышления Горе тебе, грабитель, который не бывал ограблен Горе тебе, губитель, который не бывал погублен Закончишь грабить других, тебя самого ограбят Закончишь губить других, тебя самого погубят О чем это? Об Ассирии очень хочется сказать Потому что Ассирийская империя, нависающая с севера, действительно, о ней говорилось много раньше Еще пойдет речь довольно скоро Это главная угроза, и вот она и есть Грабитель, который не бывал ограблен, губитель, который не бывал погублен Но ведь это шире Ведь это вообще грабитель стремится, чтобы только он грабил, но не его Губитель, то же самое Но если это так, то вот все будет плохо Значит, все впереди, значит, получить то, что ты причинял другим самому, тебе еще только предстоит И тут же, Господи, помилуй нас, на тебя мы уповаем, в тебе наша сила нового дня, в тебе наше спасение в час беды Ну, можно понять, как призыв, наконец, уже давай погуби Ассирию, да, пограбь грабителей Но ведь это и о себе Ведь это и о том, что, может быть, и мы оказываемся в этой самой роли И надеемся, что, может быть, нас не полностью это коснется Загремел твой голос, и народы бегут Поднялся ты, и рассеялись племена Тогда до нитки обирают их Налетают на них, словно саранча Это периодически происходит Но здесь описано это как действие Бога Не он грабит народа Но когда он поднимается, происходит это ограбление Не он губит, но погибель то, что так или иначе допущено им То, что так или иначе не без его воли приходит в этот мир Вознесен Господь, высок его престол Правдой и правотой он наполнит все он Как бы напоминание о том, что Вот вечная тема, есть всякие разные расклады там, политические и прочее А есть Господь, который выше всего этого В нем твое основание во все твои дни Дар спасения, мудрости и познания Страх Господень, вот богатство твое Можно перевести так же, вот дар от него Но смысл понятен, да? Вот какое богатство не может быть украдено, похищено, изъято Да вот это, страх Господень Под страхом я скажу еще раз Хотя я думаю, что практически все, кто добрался до этой записи С этим уже не расталкивались, понимается, конечно, не эмоция какого-то ужаса Но такое очень серьезное уважение, которое связано с боязнью оскорбить такая робость перед чем-то неизмеримо высшим Вот рыдают на улице их богатыри, горько плачут посланники мира Посланники мира, вероятно, те, кто собрался вести мирные переговоры Дороги пустые, путников нет, разорван договор, нарушены клятвы Это перевод по рукописи в мусорецком тексте «Города в презрении» Ну, здесь очень хорошо ложится эта нарушена клятва Потому что, естественно, заключение мирного договора сопровождалось взаимными клятвами И, кстати, вот нарушение этих клятв было довольно серьезным преступлением За которое другая сторона могла серьезно мстить И вот клятва между кем и кем В общем-то, можно понять так, что между богом и человеком Разорван договор, нарушены клятвы, и человек ничего не значит И вновь и вновь возвращается вот к этой теме Исаия Что человек на самом деле больше Больше этих великих государств, каких-то могучих народов И вот там, где человек представил что-то значить Там и эти государства, и народы не процветают совершенно Земля иссохла, иссякла Постыжен Ливан и Увел Шарон области Северная Израиль и, соответственно, еще севернее Лишились паствы листвы Башан и Кармель Зеленые такие, покрытые деревьями области Но теперь восстану, говорит Господь Теперь поднимусь и возвышусь Вы беременны сеном? Родите солому Ваше огненное дыхание вас же сожжет Уподобятся язычники, извести горящие, как вырванный сорняк Пойдут в огонь Ну вот, такие конкретные образы Очень часто растительные Сено, солома, сорняк И, соответственно, вот То, что они пытаются Замыслить, то, что они пытаются сделать Уподобляется вот этим Вещам, которые просто уничтожаются В процессе средскохозяйственных работ Слушайте, дальние, что я говорю Познайте ближнюю мощь мою Кто ближний? Те, кто ближе к нему В духовном смысле или географически Тогда, пожалуй, и так, и так Тут же он говорит Бойтесь, грешники на сионе Трепет изменников охватил Кто из нас выживет в пожирающем огне? Кто из нас выживет в вечном пламени? То есть Сион — это и есть ближний Вот те, кто для Бога географически В центре вот этого мира Но и те, кто к нему, естественно, Должны были бы быть близки По своей жизни, по своей вере Но если нет, то, соответственно Кто из нас выживет в вечном пламени? Вопрос, который мы можем относить Конечно, к какой-то посмертной участи Тогда, может быть, скорее это воспринималось Как указание на такую гибель города На войну, на какие-то мятежи Когда действительно это пламя Оно само по себе не остановится Не утихнет Должно быть какое-то действие Мы читали в одной из предыдущих глав Навеки пока Святой Дух не прольется на нас То есть что-то, что требует Какого-то совершенно особого действия Кто поступает правильно и говорит честно Кто отвергает неправедную наживу Удерживает руку от взятки Закрывает уши, когда обсуждают разбой Не в смысле не реагирует на новости о нем А скорее не желает ввязываться в это Даже на уровне слов Даже на уровне разговоров Закрывает глаза, чтобы не любоваться злом Опять-таки можно это понять Как вот такое ничего не вижу, ничего не слышу Я не хочу даже думать о том Что рядом происходит что-то страшное Но здесь вот уточнение как раз То, что в русском переводе передано Любоваться, да То есть засматриваться на зло Может быть даже не участвовать И даже не хотеть этого Но притягательность такая-то в этом есть Но вот есть же в этом своя красота И вот отметить ее, оценить Уже означает так или иначе включиться Начать соучаствовать Так вот, кто отвергает Закрывает уши, чтобы обсуждать разбой Закрывает глаза, чтобы не любоваться злом Вот кто будет обитать в Исе Поселится в горных твердынях И будет дан ему хлеб И вода у него не иссякнет Твои глаза Увидят царя во всей красе Увидят дальнюю страну Что за дальняя страна? Ну, может быть, здесь намек на То, что мы сегодня называем Царством Небесным или Божьим Ну, некое вот такое прекрасное Во времени и пространстве Но более всего в смысловом пространстве Удаленное место Где, соответственно, все происходит Как-то иначе Такой исход-2 Но исход не из Египта в Ханаан А исход из мира, где эти вещи происходят Где много страданий, насилия, несправедливости И прочего В некую дальнюю страну, где этого не будет Только в памяти ужасы останутся Где же тот, кто народ переписывал Где же тот, кто дань взвешивал Где же тот, кто башни пересчитывал Ну, очевидно, ассирийские Эти захватчики Либо покорив, завоевав страну Налагают свою дань Либо по мирному договору Они туда не так берут Но чтобы ее точно взять Они переписывают, пересчитывают Взвешивают, чтобы определить А сколько могут заплатить Не увидишь больше дерзкого народа Народу, что говорит невнятно Бормочет на языке тебе неясным Это уже было в предыдущих главах Вот как одна из особенных характеристик Этого народа Он говорит непонятно А значит, невозможно с ним договориться Напрямую Взглянешь на Сион Праздничный город Твои глаза узрят Иерусалим Надежное жилище Шатер постоянный Никогда не выдернут его колья Никогда не порвутся его веревки Господня мощь там разольется для нас Словно реки и ручьи Вот смотрите, снова и снова Вот эти конкретные физические образы Веревки, колья Когда ставят шатер Забивают колья Натягивают веревки Уже там потом полотнище И одновременно Господь разольет свою мощь Это вот и есть практическое выражение Разольется мощь и что будет И как мы это увидим Вот эти самые веревки и колья Станут зримыми проявлениями этой мощи Для нее нет вещей слишком мелких и незначительных Господня мощь там разольется для нас Словно реки и ручьи Не пройдут по ним чужие грибные суда Могучие корабли не проплывут То есть вот Это благоденствие Оно для своих Для тех, кто принадлежит Божьему народу И как бы в скобках Господь наш правитель Господь наш законодатель Господь наш царь Который спасает нас Ослабли канаты Не держится мачта Не натянуть парус Вот такие переходы От прекрасного будущего К скорее такому Унылому настоящему Мачта не держится даже Парус поднять нельзя Но будет иначе Тогда разделят богатую добычу Даже хромой понесет трофей Ну то есть тот, кто не участвовал По своему вечу В бою Или участвовал Очень так Неэффективно Никто из жителей не скажется больным И живущему там народу Простятся грехи Вот здоровье Такое телесное Физическое и духовное Не скажется больным И соответственно Вот грехи простятся Эта связь Она для пророков Ветхого завета Постоянно Неизбежна И очень важна Что вот даже Какие-то внешние Чисто физические Проявления этой жизни Они имеют Своё духовное измерение И без них Собственно говоря И такой Высокой Ну можно сказать Абстрактной духовности Тоже её Уже по сути нет А зачем она нужна Если она Не проявляется Ни в каких Зримых вещах Вот Для Ветхого завета И процветания Деревьев В саду И Физическое здоровье Это безусловно Признаки того Что Господь Милует свой народ Спасает его И Конечно Не только в этом делу Но и в этом делу тоже Субтитры сделал DimaTorzok